Знаете ли вы, где находится первый российский каменный бастион? Где можно совершить путешествие в XIX век, побывать на краю земли и встретить гренландского кита? И на каком живописном острове Белого моря ежегодно проходит международный фестиваль джаза? В этом видео самые интересные места Архангельской области. Архангельский комплекс «Гостиные дворы». Особенность комплекса – это соединение в ансамбль впечатляющей крепости и двух гостиных дворов. Русского и немецкого. Это одно из самых грандиозных сооружений второй половины XVII века. Комплекс возвели на мысе Пур-Наволок вместо сгоревшей крепости из дерева. Это же место считается точкой, с которой началось основание Архангельска. Сегодня «Гостиные дворы» – это самые старые сооружения в городе. От них уцелели только стена вдоль Северной Двины, одна башня из шести и зал биржи. Жители и гости города могут побывать в отреставрированных купеческих палатах и парадных залах XVII и XVIII веков. В комплексе расположен Архангельский краеведческий музей. Его коллекция раскрывает всю самобытность Поморского края. Для экспозиции использованы современные мультимедийные технологии, которые создают исторический и культурный образ области через звук и визуальные впечатления. Кий – остров. Маленький живописный остров Камень находится в Онежской губе Белого моря, в 202 километрах западу от Архангельска. Протяженность острова – 2 километра, ширина – около 500 метров. Меломорские закаты, богатые рыбы и прибрежные воды, песчаные пляжи и великолепные сосновые боры привлекают туристов. Поверхность острова сформирована несколькими слоями гранита. Их высота составляет 25 метров. Скалистый рельеф ограниченно вписан архитектурный ансамбль Крестного монастыря. С 1924 года здесь действует дом отдыха Кийский, который включает двухэтажные домики для размещения, спортивные площадки, танцевальный клуб, туристический и рыболовный инвентарь. Также здесь есть небольшой песчаный пляж. Летом вода у берега в некоторые дни прогревается до 20 градусов. Каждый год на острове проходит международный фестиваль джаза. Теплые звуки севера. Северный морской музей. Музей основали моряки северного пароходства в 1970-х годах. Он расположен в здании бывшего морского вокзала. В историческом центре города на Красной пристани. Отсюда Архангельск начинался как главный порт. Экспонаты музея показывают всю историю освоения севера, начиная с морского устава Петра I. Главная экспозиция – тысячелетие северного мореплавания. Вся площадь стилизована под парусник, с декоративными конструкциями, выполненными в виде различных фрагментов чертежей, деталей, оснастки, элементов внутренней и внешней конструкции корабля. Витрины из матового стекла с подсветкой «Шум моря и чаек» рождают в воображении посетителей образ огромного айсберга и передают суровую и красивую атмосферу арктического плавания. Музей осуществляет проектную, выставочную и просветительскую деятельность. Участвует в международных и межрегиональных проектах, направленных на развитие культурного туризма и создание положительного имиджа Архангельской области. Национальный парк «Русская Арктика» Парк «Русская Арктика» был открыт в 2009 году и расположился на двух полярных архиепелагах Архангельской области «Новая земля» и «Земля Франца Иосифа», которые еще называют «Краем земли». Полевая база «Русской Арктики» разместилась у мыса «Желания» на месте встречи двух морей – Карского и Баренцева. Площадь парковой зоны занимает почти 9 миллионов гектар. Особо запоминаются объекты южной части – горы Ломоносова и горы Менделеева. Посетители привлекают уникальные ландшафты, ледники и водопады, ненарушенные экосистемы и памятные места международного значения. Территорию заселяют несколько видов животных, занесенных в Красную книгу России и Международную красную книгу – белый медведь, атлантический морж, гренландский кит, беломортный дельфин и несколько видов птиц. Летом здесь популярны этнографические туры по морским деревням на берегу Белого моря, а также сплав по рекам, дайвинг, яхтенный туризм, джип-сафари и рыбалка. Малые Карелы. Уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом открыли в 1973 году. Туристам предлагают совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве. На территории размещено 120 памятников народной деревянной архитектуры 19 века. Экспонаты разделены на 4 сектора, каждый из которых воссоздает внешний вид древних северных поселений. Купеческие избы, огромные дома-дворы, трактир, колодцы, амбары и ветряные мельницы. Выставки в интерьерах усадьбы рассказывают о мастерстве плотников, как они ловили рыбу, выращивали хлеб, управляли хозяйством, праздновали свадьбы и даже о том, на чем ездили наши предки. В музее проводят экскурсии, работают фольклорные коллективы, сувенирные лавки, продают изделия народных мастеров. По выходным водят хороводы, демонстрируют народные промыслы, играют в игры и ездят на лошадях. Под мелодичный звон колоколов пьют горячий иван-чай. Новодвинская крепость. Первый в России прибрежный каменный бастион находился в 20 километрах к северу от центра Архангельска. Он был заложен в 1701 году на острове Линский Прилуг по указанию Петра I. Следуя по экскурсионному маршруту Северный форпост, можно погрузиться в атмосферу XVIII века, осмотреть стены и ворота главного вала крепости, обойти три из четырех бастионов и подняться на смотровую площадку на флажном бастионе. Там находится большая батарея. Место командования боем Северной войны 1701 года. Также маршрут предполагает осмотр комендантского и офицерского домов, порохового погреба, место расположения казематов, складов амуниции и башни с лакштоком. Каждое лето местные праздничные отмечают день на Лодвинской крепости. Традиция тянется еще с XVIII века. Антонио Васильский монастырь. Мужской монастырь, основанный в 1520 году на небольшом уютном полуострове Михайловского озера. Сооружение сыграло заметную роль в русской истории XVI и XVII веков. Она стала крупнейшим культурным и духовным центром под Виньей. В XVIII веке монастырь использовался как детский лагерь и интернат для престарелых, а в XX в его стенах воссоздали библиотеку. Свыше 40 тысяч единиц экземпляров, которые формировались в течение нескольких веков. В 1903 году весь архив был передан в Архангельское древлехранилище. В настоящее время библиотека рассредоточена по разным архивам страны. Есть также при монастыре иконописная мастерская и производство свечей. В хозяйстве имеются сенокосы, пашня, небольшие лесные участки и животноводческая ферма. Построены теплицы, конюшня, оборудован гараж, работает пекарня, механическая мастерская, столярное и кожевинное производство. А также создана паломническая служба, которая организует туры к святым местам. Ежегодно это уединенное и живописное место посещают до 5000 российских и зарубежных паломников. Озерно-канальная система Соловков. Это, пожалуй, одно из самых интересных туристических мест на знаменитых Соловецких островах. Здесь примерно 400 озер и уровень воды в них существенно различается. Например, есть разница в 20 метров между двумя соседними озерами Лопушечная и Зеленая. На островах есть и довольно глубокие озера. Цифра может достигать 25 метров. Четыре века назад, когда началось строительство Соловецкого монастыря. Приезжающие сюда люди нуждались в питьевой воде. Из-за отсутствия рек было решено соединить каналами 78 существующих озер. Эта система питала святое озеро. Оно и сейчас является святым источником. В 19 веке вода из канала помогала приводить в действие маленькую электростанцию. А в начале 20-го создали другую систему судоходную. Между монастырем и пустынями проложили водный путь с несколькими шлюзами. Это позволяло даже большим судам проходить по каналам. Здесь пролегает лодочный проход, по которому есть туристические маршруты. Во время экскурсии можно увидеть памятники, части деревянных причалов на острове и самим поработать веслами. Ягринский пляж. В часе езды от Архангельска расположен остров Ягры. Он небольшой, но достопримечательности на нем все же есть. Центр судоремонта «Звездочка», где делают атомные подводные лодки, воинский мемориальный комплекс, сосновый бор, набережная и дом культуры, который привлекает красивыми витражными стеклами. Берег Ягры длинный и широкий. С него открывается отличная панорама на Белое море. Можно даже встретить крупных южных медуз. Позади пляжа разбит уютный сквер, где можно не спеша прогуляться и посмотреть на причудливые формы сосен, увидеть белок, дюны, насладиться чистым воздухом и видом на море. Марфин дом. Это удивительная архитектура появилась в 1885 году. Его создали на средства немецких строителей, занимавшихся лесной промышленностью. Впоследствии дом еще перестраивался и получил архитектурный облик, сочетающий стиль баровка и ренессанс. В этих стенах была замечена вся культурная жизнь города. Здесь устраивались встречи, лекции, благотворительные вечера, выступали приезжие знаменитости. Позже в здании размещались театр юного зрителя, дом офицеров, кинотеатр хроника, а позднее и реставрационная мастерская. Интересная особенность. Во время работ по расширению проспекта дом нельзя было оставить на прежнем месте. Его пришлось снести. В 1987 году на проспекте Чумбарова-Лучинского построили достоверную копию здания, только уменьшенную на тысячу квадратных метров. Сегодня Марфин дом это выставочный и деловой центр.